На Оренбургской улице возле дома Мартьянова по вечерам и ночью можно наблюдать драки мастеровых, доходящие до поножовщины. Так в ночь на 29 января 1902 года драка началась в 7 часов вечера и продолжалась до 12 ночи, когда полиции с большим трудом удалось разогнать толпу. И это продолжается едва ли не каждый день. Сколько же можно? Улицы буранные, степные, мерзлый виск, калиток и ворот. Сами-то названия ледяные. А уж в зимы оторопь берет. Сколько можно? Сколько нужно? Столько и можно. И ответов на вопрос, сколько можно, у нас, разумеется, нет. А вот о том, как жила эта улица Оренбургская 100 и больше 100 лет назад, мы сегодня поговорим. Сегодня эта улица известна самарцам под названием улица Чкалова. Но как ты яхту не назови, от прошлого не скроешься. Так, в ноябре 1910 года на углу Оренбургской и полевой продольной улиц неизвестные сняли с крестьянина Мушникова, приехавшего в Самару из деревни Черновки Самарской гувернии барашковую шапку, драповое пальто и ботинки. Но шапка и пальто – это еще полбеды. Даже ботинки не беда. А вот годовой паспорт, лежавший в кармане, драповое пальто – это уже настоящая беда. А вот мещанину Григорию Мальцеву, который проходил по этой же улице однажды вечером 1914 года, повезло гораздо меньше. Неподалеку от губернской тюрьмы на него напал неизвестный и неизвестные, которые трижды ранили его кинжалом в грудь. Полицейским Качаловым Мальцев был доставлен в земскую больницу, но от полученных ран после перевязки скончался. А два дня спустя полиции удалось выяснить, что злополучные раны Мальцеву нанесли крестьянин Василий Сафронников, 17 лет, Михаил Крюков, 18 лет и самарский мещанин Василий Паршин, также 18 лет. Но виновным в нападении на Мальцева признал себя только один Сафронников. Остальные же заявили, что никакого Мальцева они в глаза никогда не видели и никакого отношения к этому делу не имеют. Оренбургская улица Поперечная, так в Самаре всегда называли и сегодня называют улицы, идущие поперек Волги, поперек реки, поперек дороги, поперек пути, любому встречному, поперечному. Может быть, в этом все и дело, а вы говорите, сколько можно, сколько нужно, господа хорошие, столько и можно. А вот в январе 14-го в сыскное отделение полиции был доставлен задержанный на Оренбургской улице крестьянин Иван Петрович Горшенев, который намеревался сбыть фальшивую монету в 50 копеек. Доставленный в полицию, он заявил, что знать не знает, что монета это фальшивая. Любопытно, что примерно тогда же за попытки сбыта фальшивых монет того же достоинства были задержаны крестьянка Ксения Шуваева и крестьянин Василий Андреев, также не признавший себя виновными. Последний был пойман при попытке сбыть фальшивку в пивной лавке Бушуева, но заявил полиции, что получил злополучную монету от самого владельца этой лавки. Их здесь действительно ждали. Каждую субботу их ждали здесь с любопытством, или с тоской, с надеждой, или еще с каким-то чувством, присущим человеку, даже живущему в этих дальних улицах. Стоило только легонько пошуршать пальцем по двери, как засов на той стороне уже глухо шумел, обе половинки распахивались, и Ордальон, огромный старик Вышибала, ласково кланялся пришедшим гостям. «Пожалуйте, пожалуйте, барышни-то уж наплакались, что вас давно нету, да и мне пора на палате. Спаси вас Господь!» А стрелон, принимая от гостей бумажку и закрывая дверь, теперь уже на висячий замок. Приятели осторожно, без шума ходили в переднюю, там раздевались, а затем, миновав большой темный зал, проходили в заднюю гостиную. Там, вдали от улицы, можно было и спеть, негромко, конечно, и потанцевать, если уж очень хотелось. Там приятели усаживались, каждый на свой манер, но все неторопливо, чинно. Девицы в субботние вечера вели себя не так, как обычно. Они скромничали, сжиманились, угощений не просили. В общем, старались показаться лучше, чем были на самом деле. И при свете тусклого красного фонаря у них очень даже получалось. Молоденькие, уже зрелые, симпатичные и так себе. Все они были тут в простых, чистых платьях, омытые баней и освидетельствованные ученым человеком, который стоял на страже здоровья. Не столь ученых. Всем им как будто бы хотелось что-то сказать, что-то особенное. Да, они не умели этого сделать и ждали, что их поймут и так. А пока в доме на Оренбургской ждут субботних гостей, мы с вами снова окунемся в старую-престарую криминальную хронику. Вот, например, оренбургская мещанка Александра Николаева заявила полиции о краже у нее из кармана, висевшего в челане пальто, 24 рублей 30 копеек и ломбардной квитанции на заложенный ею бортсигар. Полиции было установлено, что кражу совершила крестьянка у Фимской губернии Феодора Некрасова, в этом преступлении уличенная. Ну а мы возвращаемся в летний субботний вечер на Оренбургской улице. Субботний выход Граций происходил так. В начале являлся хор из дюжины штук, одной-двумя, больше или меньше, и начинал занимать гостей. Три солистки в это время стояли за дверью и выходить не торопились, сколько хватало терпения. Надо было показать товаркам, что они кредитные и знают себе цену. Первой утрачивало терпение Поля. Она быстро выходила, отыскивала черными глазами своего поклонника и, минуя всех, направлялась в его сторону. Здесь она мялась, минуту-другую устала, не обращая внимания на шутки по ее адресу, и, наконец, шла еще ближе к тому рундуку, на котором сидел он, как будто бы даже не смотревший в сторону своей одолиски. Второй появлялась Саша, а последней прибегала Танька Чернобровенькая, сущий бесенок с прибытием, к которой и начиналось главное пиршество. Веселее звучал смех, велось вино и раздавались шутки. А темы были все субботнее. Это расскажет о колдуне, жившем в селе Пестравки, а другая о старике, который понимал язык кур, потому что ел пирог со змеиным мясом. Случались, впрочем, и прорухи. Некоторые из новеньких девиц могли вымолвить какое-нибудь неприличное слово или вспомнить что-нибудь смешное из повседневной жизни дома. Но таких сейчас же одергивали. Эх, завели орацею! Нельзя ли с этим в другой раз как-нибудь выйти? Весь церемониал шел чинно, мирно, как мещанская свадьба в самом ее начале. Но главное веселье было впереди. А пока ждали прихода, присеста и ухода хозяйки. Суббота субботами, а вот мещанин Семен Раскин, проживавший на углу Оренбургской и Уральской улиц, между тем заявил о краже у него из незапертой квартиры двух брюк стоимостью 20 рублей. В краже брюк были уличные крестьяне Николай Андреев и Афанасий Савельев, которые продали похищенное Ивану Смышляеву. Последний в покупке сознался, а купленные им вещи были у него отобраны и возвращены потерпевшему. Вот такая она, Оренбургская улица. Палец в рот не клади, откусит. А мы, между тем, возвращаемся на нашу Оренбургскую улицу. Тихая и скромная. Она бежит себе откуда-то сверху к Волге, чтобы шептаться с ней о чем-то одним им известным. Это летом. А зимой спит себе под сугробами и наледью. Дескать, все у нас хорошо, мирно и шиткрыто. А чтобы какие безобразия этого ни-ни! Но как бы то ни было, в феврале 1914 года в Самарскую земскую больницу с признаками самоотравления была доставлена проживавшая на Оренбургской улице в доме номер 22 крестьянка Екатерина Никитична Мукулова, которая через три часа скончалась. Причиной самоубийства Мукуловой стала безвыходная нужда, в которую она попала. Вот другая крестьянка, Просковья Рогожина, проживавшая на углу Оренбургской и Ильинской улиц, видимо, нужды не знала. И поэтому ни крысиным ядом, ни каким-либо другим ядом она не баловалась. Но в феврале того же самого 1914 года обратилась в полицию, заявив, что ее сожителем, потомственным дворянином Андреем Гнусовским у нее из незапертой квартиры были похищены 200 рублей денег. Вот только виновным потомственный дворянин себя не признал, заявив, что те деньги принадлежали ему. Мол, вы посмотрите на нее и на меня. Она кто? Крестьянка. А я дворянин. Да еще потомственный. Вот так-то, господа хорошие. Вот так-то. А вы говорите, сколько можно, сколько нужно, столько и можно. А за дверью сквозь ее девичество свет такой, но несказанный свет. Нет уже такого электричества. Да этих улиц тоже нет. А с вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова